Всем привет! Итак, не так давно я сделал тестирование популярных термопаст и сравнив их между собой, показал, что в отличии от продажных блогеров, у непродажных паста Тервол Гризли Корианат не является лидером по типопроводности, так как уступает некоторым другим пастам. Также в тестировании принимали участие пасты КБТ-8 и некоторые дешевые китайские пасты, чтобы дать понять есть ли смысл переплаты за именитые бренды, или можно не тратиться и получать ту же типопроводность от недорогих паст. Делая контент для вас и пытаюсь отвечать на интересующие вас вопросы, но в итоге получаю еще больше вопросов в ответ. Но конкретно после этого видео были не вопросы о упреке. Почему я взял тушманские китайские пасты вместо уже широко известной GD900? Окей. Купил ее для теста на eBay 3 грамма за 2 доллара. Также мне предъявили за то, что я не взял на тест якобы топовую пасту GC Extreme, которая круче всех и поэтому она популярна у оверклокеров. Ладно, и ее купил 3,5 грамма за 13 баксов. А также еще одну популярную пасту у оверклокеров Mass School G751 за 6 баксов. В новом тестировании будет 7 паст. Две душманско-китайские пасты, что были в прошлый раз, я убрал из тестирования, так как все, что ими можно делать, так это писать неприличные слова. На Польше они не годятся. Также в этом тесте не будет термогрисликрионат, так как она просто банально закончилась, а покупать новую я не хотел, так как в прошлый раз я ее вдоль и поперек протестировал, намасывал как только можно, раз 6 точно и ничего особо не менялось в принципе. Но вместо этого я добавил в тест термопасту, которую EVGA мажет на графические процессоры своих видеокарт. И по опыту скажу, что она очень похожа на многие другие пасты в видеокартах других производителей. Еще одним изменением в этом тестировании будет тестовый стенд. Так как подавляющее большинство процессоров в персональных компьютерах принадлежит к процессорам массового рынка, у которых небольшой размер сокета и как следствие небольшая поверхность соприкосновения процессорной крышки с кулером. То новое тестирование я решил провести с процессором 8700K, хотя заранее понятно, что разница между результатами тестирования паст будет меньше, так как меньший размер крышки дает меньшие неровности между крышкой и кулером, особенно учитывая тот факт, что процессорная крышка сокета 1151 в сравнении с крышкой сокета 2066 просто идеально ровная поверхность. Сам 8700K я конечно же скальпировал и нанес под крышку жидкий металл, так как я не хотел, чтобы в измерение температур вносилась хоть какая-то погрешность пластилина, который Intel именует термопастой. А вместо кастомной водянки в этот раз я использовал один из топовых кулеров Noctua NH-D15. Вкратце напомню вам, как и в каких условиях я тестирую термопастой, чтобы результаты были максимально правдоподобные. Во-первых, я не тестирую термопасты в играх из-за их неравномерной и непостоянной нагрузки на процессор, а провожу тестирование в стресс-тестах со стабильной нагрузкой. В конкретно моем случае это AIDA64. Во-вторых, я всегда фиксирую напряжение питания процессора, а также обороты вентиляторов, чтобы условия всегда были одинаковыми. А также провожу тестирование при постоянной комнатной температуре благодаря климат-контролю и дополнительно мониторю воздушное пространство около кулера, чтобы оно изменялось строго в рамках одного диапазона температур при каждом тестировании. В прошлый раз я говорил, что не важно как наносить пасту на крышку, главное чтобы ее объема было достаточно, а если будут излишки, то они легко выдавиться за ее пределы. Так практически все они достаточно жидкие, но когда дело касается густых паст, к примеру такой как КПТ-8, то ее нужно наносить только тонким слоем. Так вот я был не совсем прав, так единственно правильным и к тому же самым экономным способом нанесения пасты является способом тонкого и равномерного растирания пасты по поверхности, который можно достичь только при помощи растирания пасты резиновым напалечником. Применение карт или лопаток не даст такого результата, так как при их использовании на них остается много пасты, а сам слой не всегда равномерный и тонкий. Пасты NTH1, MX4 и GD900 и SEAL растираются очень легко, и получается максимально экономное применение. Чуть более густой была паста G751, но в то же время тоже наносилась хорошо. Про КПТ-8 я уже сказал, а вот пасту GC Extreme, на которую я взлагал большие надежды, нанести тонким слоем не получалось, как бы я не старался, так как паста просто не прилипала к поверхности крышки и пришлось наносить ее более обильно, чем остальные. Все пасты я намазывал по 2 раза кроме GC Extreme, для которой я сделал 6 попыток намазать тонким слоем, но они не увенчались успехом. Я подумал, что у меня не свежая паста, но посмотрев парочку видео с ее нанесением, я понял, что она действительно очень густая. Теперь расскажу про расчеты. Для каждого из нанесений пасты я делал по 3 замера в стресс-тесте, что дало в итоге 6 результатов для каждой пасты. Из этих 6 значений, хоть они и были очень близки друг к другу, я выбирал один результат с худшими значениями, один с лучшими и один где-то посередине между ними. Потом вносил это в таблицу, вычисляя среднее значение для средней и максимальной температуры по всем ядрам, а потом делал усреднение этих трех значений. Сам тест длился 45 минут, из которых первых 5 минут были прогревом процессора, а только потом я запускал программу мониторинга температур, в моем случае это была программа HWinfo. И вот что в итоге получилось. Разница между пастами на процессорах с маленькой крышкой составляет только 3 градуса, в отличии от процессоров сокета 2011 или 2066, где она достигает 10 градусов. Также вы видите, что дешевые, но брендовые китайская паста практически не уступает своим более дорогим собратьям, а самая дорогая из них оказалась самой худшей. Так что всегда стоит все перепроверять на своем опыте, а не вслепо верить в то, что скажут в ютубе, ведь очень много или неправильно сделанных тестирований или обзоров от продажных блогеров. Ну и последнее, так это то, что достаточно дорогие пасты нужны только для экстремального разгона процессора, так как при более высоких напряжениях разница увеличивается до 4 градусов. Отдельно хочется сказать про пасту для видеокарт. Она показала действительно хороший результат, но после стресс тестов одного дня она превратилась в пластилин. Такой же пластилин, как под крышкой процессоров Intel. Так что в ее долговечность я не особо верю и рекомендую менять пасту у видеокарт не реже, чем раз в 2 года. И кстати, с тестами термопаст я пока завязал, так что пласты от других брендов даже не просите протестировать, если конечно же не появится что-то экстра выделяющийся из общей массы. На этом у меня все, надеюсь это видео было вам полезным.